Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я хочу обсудить, о чем закончилась история с приобретением автомобилей Toyota за 100% ванкойнов в Аргентине. Действительно ли люди получили машины или их тупо кинули? Давайте разберемся. Когда я делал видео по компании OneCoin, я несколько раз поднимал вопрос о том, когда же наконец запустится долгожданная биржа, на которой инвесторы OneCoin смогут свои монеты обменять на другую криптовалюту или на фиатные деньги, ну на что угодно. Потому что, как мы знаем, разговоры об этом ведутся уже несколько лет. А в 2019 году даже гуляла по чатам таблица, в которой были показаны комиссии на будущей бирже. Даже выкладывались какие-то видеоролики, где прямо люди показывали, как биржа будет выглядеть изнутри. И вот прошло уже много месяцев, на дворе уже май 2020 года, ни биржи, ничего. Но некоторые партнеры мне в комментариях возражают и говорят, да, зачем нужна эта биржа, если есть такая замечательная площадка, как Дилшейкер? Ну, если у тебя OneCoin, иди на площадку Дилшейкер и купи все, что тебе нужно, начиная от мелочи, кончая серьезными покупками, как, например, автомобиль или даже недвижимость. Да, собственно, я ж не против. Замечательно, если есть такая площадка. Главное, чтобы это было все реально. И, как вы помните, в 2019 году появилось на Дилшейкере такое интересное предложение приобрести автомобили Toyota с оплатой OneCoin'ами 100% OneCoin'ов. Потому что есть много других предложений, но там, как бы, часть покупки надо оплачивать OneCoin'ами, а часть покупки фиатными деньгами. А здесь, вроде бы, как 100% OneCoin. Замечательно. Но при этом в купоне делается оговорка. Вот здесь у меня за спиной вы видите как раз вот это предложение. Вот, все тут расписано. И вот здесь вот как раз указано еще 1500 долларов. На испанском языке написано, да? 1500 долларов. То есть, получается, вроде бы как автомобиль Toyota ты действительно оплачиваешь 100% OneCoin'ов, но при этом надо все равно еще 1500 долларов заплатить фиатными деньгами. И я сделал об этом видео. И я сказал, ребят, я что, против, что ли? Я не против. Только вы, кто приобретет автомобили Toyota, вы видео присылаете, что вы реально приобрели автомобиль, вы его получили. Снимите видеоролик и мне пришлите. Все. Мы, как говорится, пропиарим и прорекламируем. И вот проходила неделя за неделей, месяц за месяцем. И что-то не было. Ни одного видеоролика, где бы довольные покупатели, довольные клиенты рассекали на Toyota'ах и радовались. И говорили, вот, ребята, смотрите, все замечательно. Я купил Toyota за 100% OneCoin'ов. И вот, как видите, я снял ролик 22 февраля 2020 года. Ролик называется «Продано 500 Toyota за 100% OneCoin, когда будут машины». А откуда я взял цифру 500? Так это написано на самом купоне. Видите, у меня за спиной вот здесь написано «Продано купонов 500 штук». То есть эту цифру я взял не с потолка, а, собственно, из самого купона. По чатам стало гулять следующее сообщение. Сегодня из международного чата держателей франшиз Дилшейкер была исключена Карина Лопес, франчайзи Аргентины, поскольку есть подтверждение того, что она активно поддерживает инициативу по продаже автомобилей за One. Фред Фок просит не рекламировать и не продвигать эти предложения из Аргентины, чтобы избежать будущих претензий в адрес компании, так как руководство никак не поддерживает эту инициативу. Фред Фок. В Китае у нас были мошенники, которые использовали машины для обмана. За авто брали 100% One, но налог и административный сбор вы платите наличными. Справедливо? Да. Таким образом было собрано около 2 миллионов долларов и продавец исчез. И даже в январе месяце, в конце января, появились вот такие сообщения. Всем желающим документально снять на видео передачу авто, купленных за 100% OneCoin, прошу приехать на вручение в Аргентину. Вся информация озвучена выше в оригинале. Вот. То есть, в принципе, действительно, в конце января уже пошла такая информация, что все готово, ребята, приезжайте за машинами. Но позднее появились другие сообщения. Вот появилось такое сообщение прямо с логотипом Toyota на испанском языке. И если сделать перевод этого сообщения, давайте посмотрим. Значит, сообщение от 4 февраля 2020 года. Официальное заявление Toyota Argentina о задержке выдачи авто до первоначального срока 15 февраля. То есть, типа, это все откладывается там до середины февраля. Окей. В связи с периодом отпусков не все авто поставлены на учет в регистре и фискалии по уплате налогов. Отдел реализации берет на себя эксклюзивную ответственность за неудобства. Подпись, должность. А дальше как раз идет CryptoTravel SaaS. Это именно та компания, которая на делшейкере разместила данные предложения, данный купон. CryptoTravel информирует о задержке получения авто по указанным выше причинам до оригинальных сроков 15 февраля 2020 года. Концерн Toyota Argentina объяснила причины задержки. ФИО и так далее. Заметьте, я этот ролик снял там не 15, не 16 февраля, я выждал еще неделю. Да, то есть, я посчитал, что, ну хорошо, допустим, они отложили выдачу автомобилей до 15 февраля. Ну, давайте подождем еще неделю после этого. Добавим немножко им времени дополнительно. И, наверное, к 22-му уже должны появляться отзывы и видеоролики от довольных получателей Toyota. Ну, разве не так? То есть, если такая серьезная компания, как Toyota Argentina, заявила, что они до середины февраля это откладывают, ну уж, наверное, 15 февраля все уже должно получиться. Но к 22-му февраля никто никаких видеороликов от довольных покупателей не предоставил. Вместо Карины Лопес в франчайзе Аргентины был назначен Густаво Амуча Стегуи. И поскольку у партнеров накопилось много вопросов по данному предложению и, в целом, по ситуации, то был организован прямой эфир, прямая трансляция, которая прошла 1 апреля 2020 года на официальном канале Дилшейки Россия. Прошел прямой эфир, где непосредственно именно кантри-менеджеру Аргентины, Густаво, задавали вопросы. При желании вы можете найти запись данной трансляции, данного вебинара и посмотреть сами. Сама трансляция длилась час 40 минут, то есть достаточно долго. При этом значительную часть трансляции занимал перевод с английского на русский и с русского на английский. Поэтому я сделал для вас выжимку, где, собственно, вы получите ответы на основные вопросы. Коротко и ясно. Как давно вы развиваете площадку Дилшейкер? В феврале 2017 года. Как давно вы кантри-менеджер? Два с половиной месяца. Ходят слухи, что в Аргентине ванкойн принимается на государственном уровне. Это правда? Нет. Слухи о том, что ванкойн якобы используется чуть ли не на государственном уровне, неправда. Правительство полгода назад сменилось. И какое отношение у них к криптовалюте пока непонятно. Никакой работы в плане сертификации ванкойн не ведется. Аргентина стала популярной, когда появилось предложение продавать Тойоты за 100% ванкойн. Четыре месяца назад одна компания из Мексики заявила, что они готовы продавать машины Тойота за 100% ванкойн. Один партнер в Аргентине, Альдо Легуизамон, создал компанию, и она была одобрена. Я тогда еще не был кантри-менеджером. Люди должны платить дополнительный взнос в 1500 долларов. Я объявлял, что 15 февраля люди смогут получить машины. Но 14 февраля мне сообщили, что есть проблемы с людьми, которые должны получить машины. То есть получается, вот это объявление о том, что выдача машин переносится на 15 февраля, это объявление делал непосредственно Густаво. Его спрашивают, люди не получили машины и не получили обратно уплаченные 1500 долларов. Густаво говорит, 250 человек сделали заказы. Мы работаем над тем, чтобы люди получили деньги обратно. То есть фактически так и получается, что машины никто не получил. Почему в купоне тогда написано, что продано 500 купонов, а здесь он называет цифру в два раза меньше 250, тут непонятно. То есть в купоне написано 500, а Густаво утверждает, что заказы сделали 250 человек. И получается, эти 250 человек все послали по 1500 долларов. Давайте посчитаем. 250 умножаем на 1500 равно 375 тысяч долларов. То есть именно такую сумму отправили люди, которые сделали заказ на 250 автомобилей. Итак, 250 человек сделали заказы. Мы работаем над тем, чтобы люди получили деньги обратно. Поскольку у меня были сомнения, что компания выдаст эти машины, я сказал, чтобы купоны на Дилшейкер были убраны. 15 февраля они заявили, что машины не будут доставлены. Очень красивая схема. Делается предложение на Дилшейкер с оплатой товара за 100% ванкойн, но при этом нужно уплатить комиссию живыми деньгами, например, долларами. Люди делают заказ, отправляют тебе фиатные деньги, а потом ты говоришь, по каким-то причинам заказ не может быть выполнен. Я так понимаю, что на время проведения вебинара, вебинар, повторю, проводился 1 апреля, люди ни машин не получили, ни денег своих обратно не получили. Тысяча русскоязычных сделали заказ купонов. Они не платили 1500 долларов, но сделали заказ. Компания идет в Европу. Вот здесь не очень понятно. Та же самая компания, которая в Аргентине машины продавала или другая. И люди сказали, что мы продаем в Европе за 95% ванкойн и 5% фиатных денег. Эта проблема остановила многих людей, так как они ждут результата. И правильно ждут. Я с самого начала говорил. Кто реально приобретет автомобили, пусть пришлют какой-нибудь видеоролик или какое-нибудь подтверждение, что они реально эти машины получили. Ну и теперь вы видите, чем это все закончилось. Знаете ли вы Вадима Летягу или Томми? Я разговаривал с ним вчера впервые. Почему люди так легко поддаются на такие предложения? Люди хотят обналичить свои монеты. Руководитель компании в Аргентине по имени Альдо, доктор, уважаемый человек, ему поверили. Как долго мы будем позволять таким людям обманывать партнеров и разрушать репутацию компании? Предложение по продаже Toyota на DealShaker находилось около 10 месяцев. Я попросил компанию заморозить средства Альдо, а криптотревел должен вернуть все полученные деньги, иначе мы обратимся в суд. Ну и сами понимаете, 375 тысяч долларов уже отправлены. Да, конечно, кто отправил деньги, имеют право обращаться в суд, но судебные процессы, сами понимаете, могут длиться годами. Достаточно посмотреть на судебный процесс с Константином Игнатовым, где все длится месяцами и годами. Сколько вообще мерчантов на DealShaker в Аргентине? Было 400 мерчантов, но у многих купоны закончились. Что можно сказать о продаже недвижимости за ванкоин? Будут предложения по недвижимости, но не за 100% ванкоин. Нужно внимательно читать условия, прописанные в купонах. Но вы можете сказать, ну на ютубе есть ролики, где люди реально приобретали автомобили через DealShaker и получали. Да, действительно, если вы на ютубе введете вот такое вот название One Limousin 3.7, то вы увидите следующий ролик выдачи автомобиля Lexus за монету ванкоин у мерчанта One Limousin 3.7. Да. Дальше. Выдачи автомобиля Skoda Karoq за монету ванкоин у мерчанта и так далее. То есть это один ролик 3 месяца назад, другой ролик 5 месяцев назад. То есть действительно, некоторым счастливчикам удалось приобрести автомобили за ванкоин. А потом появилось следующее сообщение. Внимание! В связи с жалобами на мерчанта One Limousin 3.7, связанными с невыполнением своих обязательств по выдаче автомобилей, аккаунт продавца деактивирован. То есть кому-то повезло, те успели приобрести автомобили и их получить, ну а кому-то не повезло, они получается зря отдали деньги, а контора One Limousin 3.7 не выполнила своих обязательств, в результате чего она с делшейкера удалена. Какие же выводы можно сделать из всей этой ситуации? То, что ванкоин в Аргентине якобы принимается на государственном уровне, не соответствует действительности. Раз. 250 человек сделали заказы на Тойоту за 100% ванкоин и отправили по 1500 баксов фиатными деньгами, но никто ничего не получил. На момент вебинара с кантри-менеджером и машин люди не получили, и деньги их им никто не вернул. С тех пор прошло полтора месяца, может быть что-то изменилось, я не знаю. Если вы в курсе, напишите в комментариях. Предложение по продаже Тойот в Аргентине удалено с Дилл Шейкер. В связи с жалобами на мерчанта One Limousine 3.7, связанными с невыполнением своих обязательств по выдаче автомобилей, аккаунт продавца деактивирован. А вывод следующий. Уже многократно мерчант и Дилл Шейкер обманывают своих покупателей. И тем товарищам, которые мне в комментариях доказывают, а никакая биржа нам и не нужна, потому что есть замечательный Дилл Шейкер, на котором можно что хочешь купить, и все нормально, и все получишь. Судя по тому, что я вижу, там мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. И людей очень легко кидают на сотни тысяч долларов. Вы, конечно, можете сказать, ну они могут там обращаться в полицию, в суд, ну да. Ищите, свищите, судитесь годами, без всякой гарантии, что вы что-то там обратно получите. А еще на Дилл Шейкере предлагается недвижимость за сотни тысяч, за миллионы долларов. Вот где отличная возможность потратить свои ванкоины. Что не так, что ли? Так вперед! Отправляйте ушлым ребятам ваши денежки, фиатных денег побольше тоже отправляйте, без всяких гарантий. Вас точно так же могут кинуть, а потом будете разбираться с полицией и с судами. Ну, о результатах потом напишите в комментариях. Вы мне скажете, ну на Дилл Шейкере есть и честные продавцы, которые никого не кидают. Так вот, смотрите, как с ван лимузин получилось. Реально, несколько человек там приобрели автомобили, получили, сняли видеоролики, а, видимо, следующих покупателей уже просто кинули. Где гарантия, что вы не нарветесь на такого же? Мораль в том, что в Аргентине с экономикой и так не все гладко. Плюс еще коронавирус добавил. А тут какие-то ушлые ребята еще людей нагрели на 375 тысяч долларов. Поздравляю! Это говорит о том, что руководство площадки Дилл Шейкер ничего вам не может гарантировать. То есть вас могут тупо кинуть, а руководство площадки скажет, да, мы удалим это предложение с площадки, а вы обращаетесь в полицию. Наверное, вам как-нибудь помогут вернуть ваши денежки. Угу, слабое утешение. Вы можете спросить, ну а если бы существовала биржа или обменник, это как-то решило бы проблему? Ну, проблему нечестных продавцов это вряд ли бы решило, но, по крайней мере, если бы уже работала биржа, вы просто идете, свои ванкоины обмениваете на доллары, евро, на вашу местную валюту, и идете и покупаете, что вам нужно. Машину, недвижимость, что угодно. Во всяком случае, вы покупаете не кота в мешке, а что-то реальное, что вы видите своими глазами, в своем же городе. Вот и все. То есть риски сводятся к минимуму. Особенно, если вы покупаете у официального, например, представителя Тойоты или любой другой компании. Вот и все. Те из вас, кто возмущается и говорит, что Андрей Жариков очень много критикует ванкоин, задайте себе вопрос. Так это что, Андрей Жариков, что ли, виноват, что ваша великая мультимиллиардная компания пять лет уже обещает выйти на биржу и все никак не разродится? А брательник Ружа Игнатова уже в открытом текстом в американском суде дает показания, что это с самого первого дня был лохотрон. Или Андрей Жариков, что ли, виноват, что у вас на дилшейкере куча мошенников, которые с удовольствием кидают доверчивых партнеров ванкоина на баке? Андрей Жариков в этом виноват? Я понимаю, что горькую правду слышать бывает неприятно. Во всяком случае, я не вешаю вам лапшу на уши, как делают ваши лидеры. Многие из которых, правда, уже прозрели и уже ушли из ванкоина и качают сейчас другие компании, включая там даймондов, топ-лидеров и так далее. Вы прекрасно знаете их имена. В общем, высказывайте ваше мнение в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!